Легендарный хит ансамбля «Песняры Вологда» в 1976 году услышал весь Советский Союз. Спустя более 50 лет, по большому счету, ничего не поменялось. Люди также приходят на почту, отправляют письма, посылки, бандероли, открытки. Пользуетесь услугами почты? Ну, конечно. А какими? Интернет-доставка, допустим. А письма пишете, может, кому-нибудь, нет? Да. А кому? Детям. 9 октября – Всемирный день почты. 146 лет назад появился Всемирный Союз, который объединил отделения в разных уголках земного шара. Беларусь – его неотъемлемая часть. В Бобруйске уже по традиции этот день проходит по знаком разнообразных акций. Например, юные горожане свои таланты демонстрируют в изобразительном искусстве. Расскажи, что ты рисуешь. Белпочту. А что такое? Ну, почта, что это такое? Это куда отправляют посылки. А что ты рисуешь? Почту. А кто такой почтальон, ты знаешь? Тот, кто доставляет посылки. И письма. Взрослые могли проявить свои знания в почтовой викторине. Неправильно ответили – не страшно. Главное – это участие и хорошее настроение. Плюс никто с праздника не ушел с пустыми руками. В этот праздник всем, кто поучаствовал в наших викторинах и конкурсах, были подарены памятные подарки. Ручки с логотипом, белпочта, блокноты, конверты первого класса. Рядом расположилась мини-выставка. Благодаря экспонатам можно перенестись на десятки лет назад. В 20 веке для безопасности и сохранности письма использовали сургуч. Его растапливали, после лопатки наносили на поверхность и страховой печатью проставляли отиски. Вот такая технология. Сейчас, когда отправить сообщение, можно по одному клику получить настоящее письмо – знак особого внимания. Урок почты сегодня прошел в 18-й школе. Ребята учили правильно заполнять карточки. В них слова поздравления маме. В этой части, где свободное место, вы пишете поздравления. Сегодня белпочта – это многотысячный коллектив профессионалов. Международные сертификаты – знак высокого качества оказываемых услуг. Но век современных технологий диктует свои правила игры. Кто не развивается, тот проигрывает. Новый этап – национальная почтовая электронная система. Сейчас идет ее разработка. Данная система позволит расширить номенклатуру электронных почтовых услуг, предоставлять современный цифровой сервис по отправке и получению письменной корреспонденции. Предприятие остается лидером отечественного рынка почтовых услуг, находится в постоянном развитии. В скором будущем почтальоны города и района будут оказывать услуги посредством мобильных устройств в режиме онлайн. По индексу почтового развития за 19-й год наша республика занимает 21-е место среди 172 стран мира. Беларусь – один из лидеров паскроссерского движения. Для того, чтобы послания долетели по адресу, трудится почти 24 тысячи человек. В стране больше трех тысяч объектов связи. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, этот день – прекрасный повод поблагодарить за добросовестный труд, самоотдачу и преданность почтовому делу. Крепкого всем здоровья, мира, согласия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.